Сатаны забрал право похищать, убивать, чувствовать разными болезнями, разными страхами. Он забрал право Сатаны, он забрал своими ранами, своей кровью все наши грехи безгодия и переместил древо. Аминь. Одного Бог исцеляет, а другой выносит на свинтах. Кто был рак, и тот был рак. Того Бог исцеляет. Я на этом задумался, почему так. Мать, 10 детей выносит на свинтах. Пришла за мира, Бог исцеляет. Прежде чем молиться за свинтах рака, до вертолиоза, надо поставить сестру или брата на верхнем основании. Аминь. Аллилуйя. Твое основание Господь. Аминь. Я прочитаю Слава Божия. Если вы будете внимательны, то мы сейчас не найдем, о чем даже нам нужно подумать. Написано в Священном Писании. Мы читаем его. 11 глава Кеврея. Четвертый стих. Верую Ави принес Богу жертву лучше, нежели Каи. Ей он получил свидетельство, что он праведник. Как засвидетельствовал Бог о дарах его и ею, он и по смерти говорит еще. Братья и сестры, Каин по смерти нам говорит еще. Это маленькая тема для рассуждения, и мы будем сейчас молиться. Что Каин говорит, сын Адама, что он нам еще говорит около больше 6 тысяч лет. Каин говорит нам, что он нам хочет доказать. Но смотрите сюда, братья и сестры. Он совершил жертву. Я не буду стараться, какую жертву Каин делал. Я о Ави говорю, который говорит нам еще. Не было Библии, не было Евангелия, не было Закона Божьего. Но он ходил и думал, как угодить Богу, что сделать для Господа угодное, как к ним пристать, с какой жертвою. И вот ему положил Бог на сердце взять первородное от скота и принес в жертву Богу. Братья и сестры, когда он принес в жертву Богу из этого первородного, он получил свидетельство от Бога, что он угодил Богу этой маленькой жертвой. Он сделался праведником. Аминь. Что он нам еще говорит дальше, друзья дорогие? Какая большущая жертва Господа Иисуса Христа? На днях мы будем говорить о страдании Иисуса Христа, о Его искупительной жертве. Ну, понимаете, невозможно своим разумом так все это подумать, известить, какая большая жертва Господа по сравнению с Амином. Друзья Андрея, это может быть сравнить, как маленькая лужечка с большим мировым океаном, жертва Господа Иисуса Христа. Маленькая лужечка это жертва Авеля, а большой мировым океаном, а то жертва Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Занять Господу. После этого жертва Иисус Христа нам говорит, если я этой маленькой жертвой сделаюся правником, то каковы, каковы, братья, сестры, вы должны быть правники, каковы, вы должны быть святые. Если я сделаюся этой жертвою праведник, то вы должны быть святые, непорочные, чистые, как стекло чистое бывает, друзья Андрея. Какие свирки золота под очищением должны быть такие святые, чистые, потому что Иисус Христос совершил за тебя, за меня, эту жертву. Аминь. Эту жертву Он победил сатану, друзья Андрея. Забрал от Сатаны право похищать, убивать, наказывать. Этот народ, убивать с разными болезнями, разными страхами. Он забрал право от Сатаны, друзья Андрея. Он взял своими ранами, своей кровью, все наши грехи безгодия и порвозил древо. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Бережите, брат и сестра. Когда-то, брат и сестра, недавно было у нас вспоминание смерти Господней и вышли в собрание, спрашивай сестри. Ну, сестра слушает. Ты святая или правдник? Я говорю, я сама не знаю. Ну, как ты не знаешь? Ты же принимала смерть. Учасовала в госмерти Иисуса Христоса. Ты принимала кровь Иисуса Христоса. Ты учасовала в ранах Иисуса Христоса. Кажут, ты не знаешь, что ты правильный, ты святая. Не знаю. Видите? Брат, а ты? Святой или правдник тоже не знаю. Вот, брат и сестра, получается, как мы слышим. Написано, наблюдайте, как вы слышите. Чтобы вам не отпасть от Божего Бога истинного. Аминь. Наблюдайте, как мы верим, братья и сестры. Пронимаем, может, жертву Иисуса Христоса или нет. А Вин нам говорит. Он нас стыдит, друзья, дорогие всех. Сидит нас. Как вы, может быть, говорите, и неразумные такие сестра и братья, что я маленькую жертву, и сделаю себе правильный. Господь оправдал меня, попринял жертву. А вы, жертва Сына Божия, Иисус Рознавт, который встанило нас от того неба и земли. И мы имеем право называться детьми нашего Господа. И мы сидим. И как бы не получился никакого благословения. Написано сейчас на Писании Псалма, 10-й Псалом, 3-й сезон читайте. Когда разрушено основание, то что может сделать правильник? Вот и все. Вы не рассудите над этим Писанием Сынавт. Одного Бог исцеляет, а дроби носит на свинтер. То был рак, и то и был рак. То Бог исцеляет. Я на этом задумался, почему так? Мать, 10 детей, выносит на свинтер. Пришла за миром. Бог исцеляет. Славите Господа. Аминь. Почему так, Господи? Почему? Когда разрушено основание, то что может сделать правильник? Какое это основание? Основание твое, Господь. Аминь. Записано правильник на вечном основании. Так написано правильник на вечном основании. А наше вечное основание нет, братья и сестры. Боже, враг разрушит твое основание полностью. Ничего не осталось на твое основание. И ты не стоишь на вечном фундаменте Слова Божьего. И тогда враг кидает на тебе все болезни, все свои беды, горы, несчастья. Потому что ты стоишь не на основании Господьему. Братья молятся, церкви молятся, многие молятся. А сестра все оттирает силы, уедает. И нет ничего разрушенного основания. Прежде чем молиться за твое основание, то верколеза надо поставить сестру или брата на вечном основании. Аминь. Аллилуйя. Твое основание Господь. Аминь. Приходит сестра, она ко мне молодая еще даже. Вот, брат, меня нашли врачи Гулю. Она есть у меня вот здесь на груди. Но много у меня людей было, она спешит. Я замел ее друг в комнату, сейчас будем молиться. Врачи сказали, что завтра на операции. Сейчас будем молиться. Помолились, ну попробуй, Яна или нет. Она, позвольте, я разделусь. Ну, раздевайся. Ладно. Раздевается, щупает, нету. Кричит. Кричит, нет улиц. На улице, кажется, было слышно. Я довольна пошла. Через месяц приходит. Брат, что такое? Грудь отрезвая. Чего? Я от вас пошла. Заломиться. Щупаю. Есть гуля обратно. Пошла к врачам, взяли отрезвую грудь. Ах, ты говоришь, неразумная женщина. Тебе не было где-то, где тебя щупать? Зачем ты туда лезла к этой груди? Разве не стало, потом она появилась? Это означает, что твоя неверие уже оказалось за тебе. И потому ворог сатаны, враг, дьявол взял и снова поставил тебе эту гулю. Тебе не надо даже и смотреть туда, и руку поставить туда не надо. Славить Господа, забей, что она тебя убила. Ты была серьезно, ну и шанс. Ну мне дали уже искусную грудь, там какую-то мочалку. Ну а зачем она тебе нужна-то все? Ну вот что. Ты вдова. Ты была бы быть замуж еще. Ты красивая молодая женщина. А сейчас кому ты нужна? Знаешь что? Если бы была сейчас палка, у меня в руках. Я бы сейчас показал бы. Жалко, что она не была реакционной палкой. Видите? Откуда нас городок, где Березно? Врачи выгнали из полиции одну женщину, неверующую. Православная она верит. Есть саркома. Вже сказали родным, готовьтесь до похорон. Она будет бирать. Саркома мне не лечит. Пришла ко мне. Я буду Бога славить. Я буду Богу служить. А мне сказали, Библия с Христом. Кайся, говорю, перед Словом Божьим. Ты можешь передо мной еще вот сказать. Но пойдешь, я не найду. Но Бог тебе найдет. Слушай, руки. Кайся. И сейчас буду молиться за оселение. Что ты будешь служить Богами. Славить Господа. Кайся, перед Словом Божьим. Да дети Божьи. Говори. Перед Словом Божьим. А Словом Божьим есть Бог. Она склонила колылено. Положила руки. И стала славить Господа. Кайся. И я помолил за оселение саркомы. Через две дни проходит. Я поправился. И говорит, нет саркомы. Бог не селил меня. Аминь. Врачи, когда увидели, они ужаснулись от этого чуда. И сейчас будут направлять всех больных до вас. Раковы. И саркомы. Говорю, не надо. Ты им расскажи. Один отец Господь. Слышите? Когда разрушено основание. Что мы можем сделать правильным? Мы же говорили. Раньше, чем молиться за оселение рака, саркомы, туберкулеза. Сестра, брат, промерзывая основание. Аминь. Аллилуйя. Черзает твой дом стоит на этом основании, на камне. А камень где Господь. Или нет. Аминь. Или брат взвинул тебя с этого основания. И тебе появился страх. Тебя появился страх смерти. Все. Меня уже закопает. Я уже не буду жить. Все. Моя уже жизнь, оконченная на этой земле, уже задает завещание. Ты стань на весь на восставание. Аминь. Стань. Аллилуйя. Аминь. Убеди, что твой Бог живой. Аминь. Аллилуйя. Написано правильным стезам. Как святило лучезарное, оно более-более сметит до полудня. Аминь. Слава Иисусу. Бог. Правильный стезам. Она светлая. Как лучи лучезарные. Она сожженная. Если ты правильный. Если ты правильный. Раз не то есть болезни. Аминь. Нет болезней. Твой Господь. Твой учитель. Твой создатель. Он исцеляет тебя. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Хвала Богу. Как мы доверимся сегодня Богу. Как мы сейчас доверимся нашему Господу. Какое мое основание. Твердое или мы колебаемся. Или мы не знаем. Что сделать. Аминь. Знай. Что твой врач. Наш врач. И его хирург. И спасись по новосможному. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Або отче. Написано. Мне сегодня. Никуй чертиона. Тожествуй в Израиле. Ведь личность во всем сердце. Бог. Бог. Помогил врага твоего. Бог есть среди тебя. Бог Израилева. Аминь. Аллилуйя. Где твое ликование? Где твоя радость? Где твое утешение? Где твой полный мир? Сестра и враг? Мир пусть будет. Аминь. Пускай градет бедствие. Пускай Иордан наводняется. Пускай реки ходят в свое место. Пускай болезнь у тебя уже. Дождь находит на груди и дальше. Твой искубитель жив. Аминь. Аллилуйя. Он не даст на этой поколебаться. Аминь. Аллилуйя. Он не даст тебе унывать. Он не даст тебе скорбеть. Он видит твои горы в беду несчастья. Он будет вовремя. Аминь. А Господь сказал, не защищу ли я его бьющика мне день и ночь? Сказаю, хоть аминь, но защитку дам. Скоро. Аминь. Кто-то пробовал молиться день и ночь? Аминь. А? Пробовал кто-то молиться день и ночь? Я бы хотел, чтобы вы подняли руки. Кто пробовал молиться день и ночь? О своей болезни. Есть такое место, брат и сестра. И Бог не подал помощь. Если есть такие, пожалуйста, вот и подали. И Бог не подал помощь. Сейчас быстро не защищу ли я его бьющика мне день и ночь? Сказываю, хоть аминь. Но защитку нам вскоре. Аминь. День и ночь. Брат молится. Сестра взывает. Аминь. Алилуйя. Не смотрим на часы. Или вечер. Или уже полночь. Не смотрим на часы. Дальше молиться. И Бог будет навстречу. Потому что Он верен в Сулав Своим. Аминь. Алилуйя. Сегодня Бог любит тебя. Аминь. Алилуйя. Хлори Бога. Сестра. Слава Иисуса Христа. Аминь. Ликуй. Наполняй Святой Радостью, Миром, Любовью. Напомняй. Волота. Напомняй Святым Духом и Святым. Напомняй. Аминь. И Он говорит. Ему надо расти. Аминь. Аминь. Насколько мы молились нашим Господом. Друзья, дорогие. Насколько мы дали место нашему Господу. Или нет. Мы должны умоляться. А Бог должен расти, расти для нашего сердца. Аминь. Алилуйя. Он будет вас крестить. Духом и Святым. И огнем. Огнем. Слышите? Многие проповедуют, что это огонь. Это скорбь. Это испытание. Это что? Нет. Огонь. Это сила большая Духа и Святого. Аминь. Алилуйя. Ирмей. Ирмей. Я хотел молчать. Но огонь возгорелся в костях моих. И я стал говорить. Аминь. Алилуйя. Слава Иисусу. Вот огонь. Когда возгорелся в костях твоих сетра. Брат. Хотя ты, может быть, не видишь. Или, может быть, у тебя болезнь тяжелая. Рак. Ты, может быть, болезнь, врача, отказалась от тебя. Но ты дай место огню. Бог. Благодать тебе, Божий. Аминь. Пусть кипит, а там огонь. Аминь. Пусть горит. Алилуйя. Аминь. Эта болезнь горит у тебя. И Бог благословит. Бог течит тебя. Но проверай свои основания. Проверай. Если разручат твое основание. Сегодня, скажи, Иисус. Брат разручил полностью мое основание. Жизнь мне поколебал. Доля моя ушла от меня. Я не знаю, когда. Что делать? Куда идти? Доля моя. Жизнь моя. Уже уходит. Как говорил Ио. Все ушло от меня. Но Бог от тебя не ушел. Аминь. Алилуйя. Вот сегодня своди. Ешь мой Господь. Аминь. Алилуйя. Вы верите, что сейчас будет Бог просить тебя? Аминь. Вы верите, что сейчас будет вас Бог благословлять? Аминь. Алилуйя. Вы верите, что сейчас на этом месте есть дух, сила Бог ная? Аминь. Который наполняет и наполняет. Аминь. Где дух Господь, там свобода. Аминь. Там нет в зависимости от болезней. Там нет скорбей. Там нет гора. Там свобода. Хочется бор emerge, хочется петь. Хочется ликовать, хочется славить Господа, хочется болиться и не останавливаться. Свобода, аминь, 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 есть какая свобода в вашем сердце? Есть? Славьте Господу, аминь, 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 Бог тебя благословит, Бог тебя втешит. Друзья, дорогие, почему сегодня Бог открывает, чтобы мною пришли, и некогда пришли посмотреть. Бог открывает, мною пришли, убедиться в чем-то, пощупать. Братья Иисусы, ничего мы не пощупаем, благодать Божия, она пройдет незаметно, аминь, аминь, незаметно в голове в моем сердце, исцеляет, аминь. Благословляет благодать Божия, крестью Господу Хруссаты, с нами великим языком, это просто благодать, аминь, 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 слава Иисусу, слава Богу. Если ты пришел по любвиствовать, ты жалкий человек, ты жалкая сестра, ты пришел по любвиствовать, а Бог хочет на это место молитвенников, аминь. Аминь, аминь, несите время друг друга, и те, и споди закон Кристовый, аминь. Аллилуйя, або отче, аллилуйя, брат твой больной, ты больная, ты молишься, как за свое родное, близкое, сестра больная, ты больная, ты молишься, как за свою дочь родную, и Бог исцеляет, Бог благословляет, аллилуйя, слава наш Господу. Тогда мы когда будем, а так молиться, Бог наполнит, Бог благословит, аминь. Я слышу шум дождя, я слышу, я слышу, я слышу, вы слышите, Божье благословение неба, аминь, а не поклонение возле тебя, аллилуйя, мурашки, дух по твоему телу, это этот шум дождя, это Божье благословение, это дух святой, аминь, аллилуйя, ты благословение, это есть усиление, это есть благословение, это есть утешение, аллилуйя, слава Господа. кто есть больной на этом месте, поднимите ваши руки. Сейчас будет очень сильное молитва. Мы наступим на вражу силу. Аминь. Как Господь сказал, я вам дам власть наступать на всякую силу. Аминь. Бог не дал нам власть отступать, Бог не дал нам в страх отступать, Бог дал нам власть наступать. Аминь. Аллилуйя, если вы не будете на вора наступать, он будет наступать на вас. Он будет на вас наступать. Если будете отмахиваться от него, он будет на вас наступать. Он будет вас преодолевать. А Бог дал нам право имени Иисуса Христа наступать. Аминь. Аллилуйя, я Бог. Ты побежденный имя Иисуса Христа. Ты побежденный силой Божией. Ты побежденный там на Голгофе. Мою болезнь, мои страдания Мои все болезни взял Иисус Рисом на лоб Ранами Иисуса Рисса Я оздоровляюся, аминь Засидеться мою имя Иисуса Рисса И Бог тебе уже благословит, аминь Благодача неба, аминь Аллинуя Веришь, что ты всему Как мне, когда апостол Павел сказал Цару Агриппе Агриппа, ты веришь всему Что я говорю тебе правду, аминь Сестра, брат, ты веришь всему Что Бог взял тебе болезнь, аминь Аллинуя Чтоб Бог взял все твои недостатки Все твои немощи Ты веришь ему, если веришь Вы поднимайся на наши ноги Ложите руки на ваши больные места Закройте ваши глаза Все покрепче Ах, земля Чужая сторона Чуть обжитый уголок Вселенной О другом отечестве узнав Мы идем к нему без сожаленья Ты, земля, обиды не тари Не суди предирчиво и строго Нынешние жители земли Завтра, может быть, увидят Бога Скоро скажем мы тебе прощай И свершится вмиг переселенье Ах, земля, наш временный причал Ах, земля, наш временный причал Чуть обжитый уголок Вселенной Скоро скажем мы тебе прощай И свершится вмиг переселенье Ах, земля, наш временный причал Чуть обжитый уголок Вселенной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ах, земля, наш временный причал Чуть обжитый уголок Вселенной Скоро скажем мы тебе прощай И свершится вмиг переселенье Ах, земля... Субтитры создавал DimaTorzok